Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей и мы продолжаем играть в игру под названием Время Деньги. Так, где наш друг Леонид? Так, крутим барашку. Так, нам предлагают купить что-нибудь недвижку или бизнес. Так, говорят, попробуем бизнес малый. Написание книги требуется 30 часов. Так, у нас не хватает особенного времени. Так, посмотрим. Нехватка времени минус 4 часа. А-а-а. Так, ну что ж, ладно. Так, ноутбук. Все, я его хочу продать. Так, посмотрим. Посмотрим, значит, что у нас тут есть. Образование, да, управление временем. Управление временем есть. Поглотители. А ну-ка, интересно. Поглотители. Значительную часть имеющегося времени мы тратим непродуктивно. Виной тому всеобщая неорганизованность, бюрократические безумия, неуважение людей ко времени. У каждого из нас есть поглотители времени, которыми мы можем управлять. А что у тебя, поглотители времени? Напиши мне, пожалуйста, в комментарии. Так, проводите хронометраж рабочего дня. Анализируйте по нему потери времени. Используйте время в дороге. Используйте время в командировках. Предведите технические форс-мажоры. Проводите эффективные совещания. Постоянно контролируйте время. Так, срок общения 8 месяцев освобождает 20 часов. Спасибо. Берем. Так, значит, подожди. Посмотрим банки, посмотрим кредиты. У меня есть кредит. 1 375 000. Давай какой-нибудь кредит хотя бы закроем. Давай хотя бы автомобиль закроем. Так, гасим. Офис на первом этаже у меня есть. Так, 44 000. Так, ну давай офис на первом этаже погасим. Частично. Хотя бы чуть-чуть. Гасим. Хорошо. Так, студию тоже немножечко подгасим. Сколько у нас есть возможности. Так, 19 000 у нас есть. Все. Частично мы погасили. Посмотрим. Так, семинар. А у меня время вообще есть? А у меня времени-то нет. Даже и семинар я смогу пройти или нет? Да. Не хватает наличных. Тут корт директора. Давай посмотрим, почему не подешевле. Базовый МММ. Так, 39 000. У меня, в принципе, деньги есть. Так, хорошо. Базовый. Так, проходим дальше. Смотрим. Так. Вы успешно окончили обучение МБА. Так. Так. Перенесите стадион. Так, это все понятно. Так. Старый киоск. Смотри, у нас аренда повысилась на 1300. Апрель. Совет месяца. Некоторые семинары становятся доступны только при наличии специализированного образования. Будем повышать образование. Все у нас будет хорошо. Денежный поток у нас вырос в 85 000. Так. Закроем парочку кредитиков. Хотя бы частично. Так. Квартира подключена 10%. И офис на первом этаже. Я хочу вот это вксить. Миллион 300 тысяч. Офигеть. Мы его будем очень долго гасить. Очень долго. Но хоть частично мы будем гасить. Так. 85 900 у нас было. Так. А, семинарчик. Давай какой-нибудь посмотрим семинар. Управление персоналом. Так. Разовый платеж 10 тысяч. Так. Ну-ка, зайдем в банк. А депозиты у меня есть? Да, у меня есть депозиты 137 тысяч. Так. А нам не хватает сколько? 10 тысяч. Так. Сейчас мы сумму 10 тысяч снимем. Так. Раз, два, три. Так. Снять 10 тысяч. Спасибо. Покупаем. Доход от бизнеса в 5%. Это хорошо. Так. А, садовый домик вырос. Мореаренда. Хорошо. У меня их два. Старик садовый домик. Так. А что у меня есть с пассивой? Квартиры подключить. 500 тысяч. Офис на первом этаже. Студия подключить. А разве это у нас получается пассив? Мы это не сдаем, да? Так. Она, подожди. Так. Йоск. Рекламный. Садовый домик. Старый гараж. Старый садовый домик. Квартира. А, вот. Средняя недвижимость. Которая. Они нам просто не приносят деньги. Но мы их можем продать. Так. Миллион девятьсот. А ну-ка. А, нет. Подожди. Пассив. Открываем. Квартира подключи. Так. Это у нас закрывает это или что? Так. Семинар. Давай попробуем. Семинар. Посмотрим. Бизнес-стереотип. Так. Мы можем ждать. Да. А что такое за бизнес-стереотип? Так. Подожди. Клиент всегда прав. Маркетинговые исследования. Требуется опыт работы. Избегайте бизнес-стереотипов. Доход от бизнеса в 5%. Беру. Так. А ну-ка. Подожди. Да я пассив. Квартира подключи. Живу. Ааа. Это у нас все под кредитом. Блин. Ну ладно. Может быть частично погасим? Так. Давай хотя бы квартирку погасим. 500 тысяч у нас. Так. Вот так отлично. Спасибо. Либо знаешь как я сделаю сейчас? Захожу в банк. Депозиты. Я сейчас сниму все деньги. Стоит двадцать тысяч. Стоит двадцать тысяч. Так. Почему? А. Вот я. Простите. Так. Снял и кредит я какой-нибудь погашу. Так. Кредиты. На сто тридцать тысяч есть. Квартира подключена. Не. Дополнит это под пятнадцать процентов. Погасим частично. 125 тысяч. Хорошо. Гасим. У нас пять тысяч остается. И что-нибудь такое мелкое погасим. Вот так. Вот так. Хорошо. Так. Так. 86. Он приносит денежку. Так. Смотри. Занятие спортом. Освобождать времени. 25 часов. О. Ваше занятие спортом дали результат. Вы чувствуете, что ваша энергия прибавилась. Вы быстрее высыпаетесь. И ваш внутренний огонь горит ярче. 25 часов освобождать. Спасибо. Так. Занятие спортом. Офигеть. Так. Новый киоск. Денежку дал. И гараж. Повысил аренда. Аренда повысилась. Хорошо. Ох ты. Ё-моё. Что ж такое-то. Смотри. Болезнь. Вы подхватили простуду. Если не лечиться, то проблеешь неделю. Но вы пьете хорошее лекарство. И точно выздоровеете. Выздоровеете всего за семь дней. Цена для 500. Ладно. Давай, Леонид, выздоравливайте. Ё-моё. Палки. Давай. Так. У нас есть деньги. И мы немножечко сейчас кредитик какой-нибудь погасим. Я хочу этот офис за миллион хочу погасить. Лен, погасить надо будет удобно. Ну, давай. Так. 9 тысяч у меня осталось. Ладно. Пусть деньги пока немножечко останутся. 9 тысяч. Так. Квартира стрелиться пока невозможно. Ладно. Ничего страшного. О, нет. Большая трата денег. Вы купили себе мечту детства. Унитаз, что ли? Унитаз вот ты себе купил. Шикарный мотоцикл. Сузуха. Сузуха. Слегка был, но состояние шикарное. Ощущения от поездки по городу на нём просто непередаваемые. Так ты же, Леонид, болеешь. У тебя же простуда. Как ты можешь купить мотоцикл? Лежал бы лучше себя дома в кровати там под одеялом. 42 тысячи. Офигеть. Ладно. Так. Кредит на мотоцикл. Ты что ещё? А, ты его в кредит ещё взял? Гад, а? Ну, гад, а? Угу. Обучение мы прошли. И базовый семинар мы прошли. И маркетинговое обучение прошли. Хорошо. Нам добавили время. А, подожди. В смысле? Алло. Вы банкрот, у вас закончились наличные. Снимите денег из депозита, возьмите кредит, продайте активы или пассивы. Ваша задолженность 68 тысяч. А за что? А за что? А, вот такая... А, ага. Подожди, доходы с... В смысле? Откуда взялась эта задолженность 68 тысяч? Так, ладно, погасить. Так, погасить на ноль, погасить 68 тысяч. 86. Откуда взялась эта... Блин. Так, в депозитах у меня 600 рублей. Так, подожди, кредиты. Так, сколько там надо взять? О, 68 тысяч? Так. Давай я даже 69 возьму. 20%? Потому что с ума сошли. Так, продолжить. Подожди, я вот это даже уже не понял. Почему у меня наличие так мало? А, подожди. Так, ладно. Так, спокойно. Время у нас 54 часа. Высшее образование. Гуманитарное. Так. Давай гуманитарное обучение сделаем. Знание в сфере языков, философии, искусства и дизайна. Ежемесячная плата 3000 почти что. Требуется времени 20 часов. Давай. Два года буду учиться? Офигеть. Так, ладно. Идем дальше. Почему у меня наличка не рубль? Почему не растет? У меня же денег... Подожди, в смысле? Денежный поток 87 тысяч. Так, бизнес, недвижимость, акции. Так, ну давай попробуем бизнес. Малый. Так, недостаточно свободного времени. 34 часа. Куда нафиг? Ладно, отказываемся. Дальше продолжаем. Так, деньги пришли? Да, 87 тысяч. Хорошо. Так, вы оптимизировали актив. Благодаря вашим знаниям и опыту вы оптимизировали сетевой маркетинг. Так вот, этот актив изменился на 8 тысяч. Так, а у нас подожди. Где у меня тратится много времени? Так, доходы. Так. Репетитерство. 7600. Сколько я за него вообще трачу? Так. Так, так, тук, тук, тук. Сюда, сколько у меня денег? О! А-а-а! Трата денег, рабочий гардероб не испытывать нехватки в галстоке замок. Но вот парадный. А вдруг на прием к королеве, а вы без фрака, срочно к портному? Не может быть. Подожди. Один. В смысле? Подожди. Миллион рублей? В смысле? В смысле миллион рублей? А у вас закончились наличные ваши залоги на 112 тысяч. А-а-а! Идиот! Что за бред? Что за бред? Что за бред? Так, подожди. В смысле? Кредит взять? Погасить долг? Так. Ладно. Возьмем банки 100 тысяч. Я еще не пойму, как так. Как так? 112 тысяч надо быть. Давай, ладно. 120 тысяч. Оформить офигеть, сдался и поцедать. Так, продолжить. Да. Мне неужели по таку-66. Так. Я что-то вообще не пойму. Он что, идиот? Глянет. Элитный фрак за миллион рублей? Ха-ха. О! У него простуда, этот. Воспаление головного мозга случилось. Я в шоке. Так. Так. Ладно, фиг. Так. Я просто в шоке. Так, а ну-ка, подожди. Банк, зайдем в банк. Депозиты. Кредиты. Так, давай на депозит положим деньги. Потому что на всякий случай, а? 74 тысячи. И мы ему ему. 2,70 тысяч положим. Я в шоке просто. Ну-ка. Ваш раскрученный бизнес ломбард привлек внимание покупателей. Сумма продажа равна 50% стоимости бизнеса плюс базовая прибыль за 11 месяцев. Разовый доход полмиллиона. Нет, отказываюсь. Подожди. Сколько мне приносит ломбард? Где? 23 тысячи всего лишь, да? Полмиллиона за ломбард. Так, я подумаю. Нет, я не буду продавать. Нет. О, потом еще один фраг купит за миллион. Нет. Спасибо. Так, о временном добавили. Так, давай посмотрим, что у нас времени сколько? 30 часов. Так, давай недвижимое, давай среднее. Да, я так и думал. Так, а ну-ка, давай-ка я в депозитике добавлю денежек сюда. Еще 70 тысяч. Пополнить. Хорошо. Я просто в шоке. Опять какая-то большая трата денег. Элитный фитнес-центр с огромным количеством возможностей помучает себя, раскрыл свои двери для вас. Так, элитный фитнес-центр. Вы зачем? Зачем те элитный? Ходи в обычный фитнес-центр. Вы подписались на годовой абонемент. Не забудьте платить ежемесячный взнос и потребуйте клубные полотенца. Нафиг это клубная полотенца? Алло, за 3 тысячи рублей? 12 месяцев? Так, это что-то с чем-то. Да ладно, так, сегодня мы заканчиваем серию, потому что я просто в шоке. Я пойду немножко чай попью, отдохну. Ну, я не могу отойти от шока. За миллион рублей фраг купил к королеве. Это вообще жесть. Бизнесмен-идиот вообще на туре. Ой, все, ладно. Всем пока. До новых встреч. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Дуда-плей.